Мы не то, что мы говорим. Я понял, что я хочу дальше зарабатывать деньги. Сперва один человек, два человека, конечно, было 10-20. Это семья, рост развития, честь, финансовое благополучие, здоровье. Люди здесь, они а, развиваются, б, они зарабатывают деньги, и мы ценим каждого сотрудника. Добрый день, друзья. Меня зовут Амир Ройтман. Я президент клуба молодых бизнесменов. Сегодня мы в гостях успешного предпринимателя Владислава. Владислав, здравствуй. Привет, Амир. Спасибо, что пришли. Владислав, прежде чем мы начнем задавать вопросы, вкратце, я знаю тебя как владельца компании VideoSecurity. Но я знаю, у вас произошли большие изменения. В двух словах, что произошло, какие изменения, чем они связаны? В этом году мы осознали в том, что мы уже выросли относительно VideoSecurity. Нам исполняется 15 лет. И в группу компании VideoSecurity до этого входили и другие компании, которые занимались смежными направлениями. И в этом году мы решили сделать даже не ребрендинг, а дать новое имя – это Solution Security. И теперь наша компания будет позиционироваться как Solution Security. Решение в любых системах безопасности и решение также в пожарных системах, в охранных системах, кадровые решения, возможно, маркетинговые решения, возможно. Под фундамент, под шапкой Solution будут развиваться и другие стартапы. Владислав, скажи, пожалуйста, ты для меня человек инноватор. Ты постоянно внедряешь какие-то новые фишки в компанию. Гребаный перфекционист. Да, да, да. Вот. Откуда ты черпаешь энергию и как у тебя получается так успешно вести бизнес? Ты знаешь, на самом деле есть люди, у которых от природы много энергии. По нумерологии там много двоек. У меня на самом деле одна двойка. То есть, по сути, мне всегда хочется спать, мне всегда хочется сидеть дома и ничего не делать. Наверное, против всего это высокая целеустремленность. И за 15 лет успешной карьеры у меня есть свои способы, как нарабатывать энергию. Для того, чтобы приходить с утра и заряжать компанию, заряжать сотрудников и двигаться вперед. Но у тебя способ управления – это жесткий контроль, либо у тебя демократия, и ты даешь возможность сотрудникам самому как-то действовать. Мы сейчас уже на этапе дойной коровы. И когда ты на этапе дойной коровы системного бизнеса, то ты очень много делегируешь. Ты выращиваешь в людях ту сознательность, которая есть в тебе. И это, конечно, прежде всего на доверие. Когда мы были в стартапе, мы работали по 16 часов в день. Наверное, и в стартапе это было не жестко, просто команда была маленькая. Это было там сперва один человек, два человека, так что было 10-20. И когда ты… Всегда, наверное, было у нас по принципу семейности. Даже многие называют «мы семейная компания». Это отражается в том, что люди здесь, они, а, развиваются, б, они зарабатывают деньги, и мы ценим каждого сотрудника. Даже не столько ценим, сколько любим. Мы любим их них жен, мы любим их них детей. У нас есть… Мы поздравляем детей и жен сотрудников с днем рождения. То есть, правильно я тебя понимаю, что ты очень внимателен не только к своим сотрудникам, но и к окружению? Зачем? Во-первых, однозначно могу сказать, что только замотивированный сотрудник – это хороший сотрудник. И еще тот, который зарабатывает деньги. И когда ты понимаешь, что твой сотрудник одну треть твоей жизни проводит в компании, а, ему должно быть комфортно, а, б, дома есть вторая половинка. И вот эта вторая половинка зачастую берет доминирующую позицию в доме, да? Потому что на работе ты руководитель, авторитарный, лидер, а дома ты занимаешь другую позицию. И ты понимаешь, что если правильно сформировать климат для второй половинки, чтобы они понимали, чем занимается муж, куда он идет, куда он приходит. Совсем другое ощущение. Никто тебя не бомбит и не говорит, зачем ты так много приходишь, зачем ты так много работаешь, зачем ты задерживаешься. Все понимают, почему человек может задержаться и прийти домой в 8 часов. И ты от этого не получишь опять и так поздно. Скажи, а вот как ты считаешь, вот твоя компетенция основная? Есть эксперты в области продаж, есть эксперты в области управления, есть маркетологи сильные. То есть, да, ты собственник, ты управленец, но твоя ключевая компетентность, она в чем? Наверное, в объединении. В объединении людей, если мы говорим про топов и про мидл, у нас очень минимальная текучка. У нас люди, менеджеры, которые работают по 8, по 6 лет на одной должности, и они довольны. Они зарабатывают деньги, и они содержат свои семьи. И второе, наверное, это ответственность. Ответственность, потому что у меня всегда была повышенная ответственность. И я всегда понимал, что ты несешь ответственность не только за этого человека, а несешь еще ответственность за его семью, за его детей. И таким образом ты создаешь возле себя очень благоприятный климат. Люди сюда хотят приходить работать, хотят развиваться и хотят зарабатывать деньги для компаний. И компания участвует денег делиться с сотрудниками. А вот по твоему видению, как ты считаешь, правильно руководить по жесткому принципу, либо все-таки должна быть демократия? И, допустим, в какой этап, какой принцип управления должен быть? Ну, я всегда сторонник дисциплины. Потому что если нет дисциплины, неважно, в стартапе ты, либо в системной вдойной корове, дисциплина, она организует и она мобилизует. Также еще очень важно выбирать сотрудников, у которых одни и те же ценности с тобой. То есть можно выбрать сотрудника, понять, что он тебе приносит там, что поработав месяц, два, три, мы зачастую говорим, не подошел, да, как-то не сработались. Мы подходим очень комплексно к этапу отбора сотрудников. У нас около четыре этапа собеседования, в том числе и по нумерологии, по актерапии. А вы можете тебе это рассказать? Вот как это происходит? Вот, допустим, вы ищите, ну, на какую должность, допустим? Ну, давай, скажем, допустим, на должность менеджера, менеджера по продаже. А как проходит этот процесс? Где вы ищите, кстати? Ты знаешь, мы в прошлом году около 25-30% вакансий мы закрыли благодаря внутренним сотрудникам. Друзья друзей? Друзья друзей. За это у нас есть бонусы, вознаграждения. Этот человек порекомендовал, а он порекомендует такого же, как и он, который разделяет такие же ценности. Да, и поэтому он получает, там, какую-то часть от его первой зарплаты. И практика показывает очень хорошие результаты. А вот это, кстати, момент очень. Многие говорят, ну, зачем мне платить за человека, который мне порекомендует, а вдруг он не подойдет? То есть вот по этому принципу, что это у нас есть. Да, у нас есть три месяца испытательного срока. Если он проходит три месяца, то через три месяца... Да, мы вручаем на планерке утром каждый понедельник. Во-первых, мы поздравляем всех сотрудников с какими-то праздниками, с какими-то достижениями. В понедельник у нас такая общая планерка на 30 минут, мы подводим результаты. И в этом году мы внедрили очень классный конкурс. Конкурс называется «На 110%» на 110%. В прошлом году у нас было в компании коллективное голосование за лучшего сотрудника недели и лучшего сотрудника месяца. И потом у нас лучший сотрудник года. В этом году мы поняли, что нужно что-то поменять. Мы можем внести конкурс 110%. Ты получаешь кирпич. На этом кирпиче именной кирпич. За что ты можешь получить? Когда ты что-то сделал больше, чем твой стандартный функционал. Когда ты проявил какую-то дополнительную сноровку. Когда ты подумал больше, чем ты должен был подумать. Ты получаешь этот кирпич. И потом всего в нашем доме будет около 500 кирпичей. Так что в течение года мы должны все, каждый сотрудник должен достроить этот дом. Вот такая будет задача, достроить этот дом из 500 кирпичей. То есть это 500 крутых дел, которые сделают общее количество сотрудников. А куда эти кирпичи собираются? Они будут собираться и будет выложен дом. Потому что одна из наших ценностей общих, корпоративных является семья. А семья это отождествление с домом. И вот я вернулся к тому вопросу. Очень важно выбирать сотрудников, которые имеют те же ценности. Это их легче мотивировать. Наши корпоративные ценности являются как рост развития. А вы, кстати, можете назвать эти ценности? Да, это семья, рост развития, честь, финансовое благополучие, здоровье. Да, и если ты выбираешь, если у человека ценность развития, то ты понимаешь, его не нужно мотивировать на развитие. Да, его не нужно мотивировать на самообучение, на изучение нового. Да, он от природы такой. Если мы говорим про ценность семьи, то ты не можешь не помочь коллеге. Потому что дом это твоя вторая семья, работа это твой второй дом, твоя вторая семья. И тогда ты на работе выстраиваешь отношения, поддержки друг к другу. У нас никогда не было каких-то интриг, каких-то группировок и так далее. У нас довольно такое любящее и мирное отношение к любому, кто приходит. Но, наверное, второй критерий, он должен быть специалистом. Потому что, если ты не специалист, то, наверное, принимай на работу долго, увольняй быстро. Вот, кстати, мы так и не закончили. Как проходит процесс отборки проект-менеджера? Ну, вот здесь это три этапа, ты называл, да? Даже четыре, мне кажется. Да, значит, первое это интервью, обычное интервью. А есть какие-то ключевые вопросы, которые сразу понятны, что он не ваш? Ну, ты знаешь... Вопрос обычно задают, сколько вы хотели зарабатывать. Если человек называет маленькую цифру, значит, ну, неважно, амбициозный. То есть, есть какие-то ключевые какие-то вопросы, которые сразу отсекают? Ты знаешь, я могу тебе сказать, что если... И амбиции можно нарастить, да? Главное, чтобы были определенные навыки, которые у человека... Должна быть вот эта коммерческая жилка. Потому что если у тебя есть коммерческая жилка, ты найдешь и на любой аргумент, контраргумент. Ты можешь найти на любое возражение клиента правильную мысль, да? А также ты должен быть ориентирован на клиента и должен быть ориентирован на результат. Ну, если, допустим, первый этап это интервью, второй... Да, второй этап это люди заполняют тесты, да? Потому что это мы не то, что мы говорим, да? Тесты это показывают, насколько есть внутренний потенциал. Это там около трех-четырех тестов, примерно на полтора-два часа... Каждый? Да, общая, индивидуальная работа, да? Параллельно делается нумерология и арт-терапия, да? Что она показывает? Мы понимаем, какой потенциал есть у человека, какая есть сила воли у человека, какая есть энергетика, какая есть... Он фартовый, не фартовый, притягивает он деньги, не притягивает, есть у него финансовый канал и так далее. То есть у тебя по рождению, у тебя очень много заложено. Я там уверен, что у тебя там крутейшая сила воли, да? Вот ты, наверное, четыре единички в твоей сила воли, потому что ты реально такой. И тогда понимаешь, для каждого профиля есть свой прототип, чему он должен соответствовать. А вот бывает такое, что два этапа прошел человека, вот на третьем нумерологии, ну, не сошлись, и что тогда? Ты знаешь, ну, тогда если человек без воли, да, и он очень флексибельный и так далее, тогда и клиент будет им управлять. То есть есть доверие, технология проверена. Также, допустим, иногда арт-терапия, когда человек, когда он говорит, он думает то, что говорит. Когда он рисует, он включает другое полушарие, и здесь уже сложнее обмануть. Да, ну, и, наверное, последний этап, это этап глубокого погружения, когда мы понимаем, а чар директора понимает, входит, могу сказать, в подсознание, да, и мы понимаем и во слабые, сильные стороны. И я в конце имею полную характеристику этого человека. И это 99,9% так оно встречается. Скажи, а вот насчет увольнения, ну, ты вот, как бы, сказал, что увольнять нужно быстро. Ты лично увольняешь, либо этим занимается HR? Как это происходит? Ты знаешь, я, во-первых, могу сказать следующее. Ну, до определенного времени увольнял лично, но моя задача уволить, расстаться очень красиво. Я всегда говорю следующим образом, что, скорее всего, что компания, да, не смогла найти для вас правильное применение, потому что задача руководителя максимально найти КПД для каждого сотрудника в компании, да, раскрыть его потенциал. Это задача руководителя. И я говорю, что окей, welcome, и у нас были такие случаи, когда люди возвращались через год, через два, через три, обратно заново в компанию. Мы расстаемся со всеми очень правильно и красиво. И, наверное, мы даже скажем следующее, что кто-то нас плохо скажет, что мы там нечестно поступили, либо кому-то не выплатили, либо кого-то несправедливо уволили, такого нету. А вот знания, которые ты внедряешь, они у тебя откуда? Ты посещаешь тренинги, книги читаешь, либо есть у тебя ментор, наставник? Ты знаешь, как говорится, знаний, сейчас на самом деле век информации, знаний только ленивым может не захотеть получить. Здесь, наверное, больше как бы желание развиваться и желание постоянно что-то улучшить. Однозначно я понял, что на данный момент для меня эффективно, да, это какие-то тренинги с очень глубоким погружением, когда это не просто начитка происходит информации, а когда ты погружаешься в среду, и ты живешь. Живешь, и ты в хорошей форме, в хорошей энергетической форме, и тогда информация заходит к тебе проще и глубже. Ты знаешь, здесь вопрос такой. Наверное, у меня вопрос вот этого перфекционизма во всем и улучшения, он, наверное, с детства. Я всегда думал, как можно еще лучше что-то сделать, как можно сделать по-другому. Потом я начитался очень много японской теории, принцип кайзена, да, это постоянное совершенствование, да. И сейчас, наверное, я где-то немножко так успокоился, но на первые 5-7 лет я постоянно хотел что-то еще лучше сделать, еще лучше сделать, по-другому. И здесь, конечно, очень хорошая мотивация приходит и от конкурентов, да, которые сдают определенный темп. Это когда у тебя вопрос развития, и у тебя иногда появляется лень, лень, тогда конкуренты тебя тук-тук-тук стучатся, да, в гости, и это тебе позволяет не расслабляться. Ну и прежде всего у тебя еще твоя внутренняя конкуренция, да, внутренняя конкуренция в плане того, что ты ставишь себе цели и достигаешь их. Очень важно ставить эти цели, не бояться ставить цели, и делать каждый день, не мечтать, да. Любую цель можно достигнуть. Допустим, в прошлом году я никогда не мог подумать о том, что я мог бы начать бегать, да. И у меня даже такой цели не было бегать. И мне эту цель просто иногда цели кто-то может тебе и поставить, да. И тут на планерке мне вручают сертификат в том, что меня записали на Кишневский марафон. Это было в феврале, меня в апреле записали на Кишневский марафон. Я такой, ну, как бы, ну, сказали, значит, все, как бы лидер, как бы и так далее, все, ладно, буду. Понимаю, как бы наступает апрель месяц, надо начать готовиться, тренироваться. Хотя я в спортзал хожу, на постоянной основе хожу на плавание. Ну, вот бегать, как бы, ну, пробежал там 2 километра, и все. Ну, как можно бегать целый час, да, получается, ходить в большом, как бы, темпе? Я пробежал, не понял, наверное, нет, бег это все-таки не мое. Я думаю, ну, сказал, ладно, там, пойду что-то придумаю, скажу, поставлю как бы другую, другую цель, скажу перед ребятами. Вот я не сделаю это, но сделаю это, да. И, ну, потом я вполне, я что, слабак, да. И, наверное, это меня смотивировало, я пробежал мои первые 11 километров, это было просто нереально круто, и после этого просто понеслось. Вот понеслось, и я очень рад, потому что ты выходишь из зоны комфорта, потому что рост возможен только тогда, когда ты выходишь из зоны комфорта. Я и своих ребят заставляю выходить из зоны комфорта, потому что если ты это не делаешь, то тебя как бы все устраивает, ты не хочешь меняться и так далее. И, к сожалению, большое количество людей не хотят ничего менять, они не хотят ничего делать, они не хотят двигаться вперед. Их это устраивает, да, потому что там это зона неизвестного, да, зона некомфорта, дискомфорта. Но благодаря этому ты можешь сделать шаг да и понять что ты достигнул еще одну ступеньку еще одну ступеньку и таким образом ты сам себя делаешь нет никто 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 не никто не стал там крутым бизнесменом он изначально он день за днем да он себя делает он читает литературу он формирует себя какие-то качества он развивает себе качество понимать что ему нужно развить и наверное это осознание она приходит со временем ты строил тему конкурентов какое у тебя личное отношение к конкурентам в каких отношениях дружеские недружеские на равнодушие и насчет мотивацию то что считаешь листи ты себя номер один на рынке молдовы если да то почему не как-то потому что знаешь за 15 лет мы прошли очень многое я я это был у нас очень крутой классический пример это когда было энное количество денег которых я сам заработал вообще есть есть откуда взять то мне всегда с детства нравилось зарабатывать деньги я начинаю там 10 лет уже имел свои собственные деньги которые могут наложить родителям да вот такая копилочка была зарабатывала шуфту да да мама мама работала кассиром она один раз в месяц приносила как бы общую кассу нужно было сделать дебеткой я расставлял купюры и рассчитал как бы общую сумму там был какой-то излишек этот излишки честно зарабатывать вот но уже будучи студентом я уже даже учеником не зарабатывал деньги будучи студентами зарабатывал хорошие деньги и после того как я закончил университет я понял что я хочу дальше зарабатывать деньги к сожалению ту профессию куда который я учился я понял что слишком долго мне придется я закончил юридическое образование и я понял что блин я не хочу простаивать в очередях перед залом заседания то что это не моё да и камни с моей славы не надо будет 10-15 лет работать на имя и потом только моими начнет работать на меня не хотелось сразу я пошел в бизнес и начал я не с того что мы имеем сейчас системы безопасности я начал с была такая очень интересная тема умное освещение да ну опять же говорится найти спросил твори его и вот я будучи студентами стали было лень вставать и выключать свет вам пучать вот ночью было стартовать вот часть свет это было бы неплохо проекты с помощью пульта развел эту тему в открыли компанию касса интеллигента но как 90 процентов стартапов у них первый год йог да вот но у нас было еще одно направление у нас были домофоны вот это было мы купили 10 домофонов и я понял что домофону пользуется больше спросом чем умное умное освещение да и мы смогли переориентироваться и конечно это дало дало ощущение дала выставка дала первая выставка строительная выставка в апреле месяце были одни из последних денег как тогда помню это было 600 евро и был такой семейный совет мама за папа против зачем тратить деньги на выставку и вот выставка меня наверно вдохновила это когда я четыре дня подряд просто разговаривал там не знаю по 12 часов день я у меня сел уже голос да но я понял что я достребован да и людям это нужно и тут конечно это понеслось понеслось что теперь мы являемся лидерами в области технических систем безопасности мы являемся экспертами наверно по количеству людей трудоустроенных и по количеству заработанных денег и выплаченных налогов мы номер один мы не занимаемся охранным охранной деятельностью мы занимаемся все все что касается техническими систем безопасности автовые продажи и инсталляции конкуренты ты знаешь конкуренты всегда мотивируют и я считаю что если нету конкурентов ты расслабляешься поэтому но опять же если ты даже понимаешь что ты перешел местных конкурентов ты начинаешь дальше равняться на на европейских до конкурентов ты понимаешь как дела обстоят в румынии да ты понимаешь куда еще дальше можно двигаться и как можно дальше еще расти свою команду поэтому я только за за хорошую конкуренцию которая заставляет тебя и мотивирует себя двигаться ну сам знаешь слушая тебя ощущение хочется взять и все менять вот взять и вот реально изменить что-то в себе и в окружающих людей которые чтобы вместе работы завершение если обращаясь к нашим слушателям чтобы ты посоветовал вот реально взять сделать может быть даже через час либо на 8 завтра с утра как начну с понедельника что сделать чтобы выйти из той зоны в которой ты находишься в комфортной и большинство находятся в той комфортной зоне который вроде бы устраивает но не сами себя обманывают и понятное дело все хотят зарабатывать больше да 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 лучше вот какие бы ты посоветовал сделать уже первые шаги чтобы вот это колесо запустить и она уже покатилась но вопрос изменения у нас были очень сложный а по моему мнению нужно идти рычаг в голове рычаг это это может быть кто-то что-то которое заставит тебе поменять изменения это это осознанный процесс и когда ты просто принял решение это недостаточно должно было в голове а произойти такое определенное смешание когда тебе по-другому уже невозможно да ты понимаешь что если ты это не сделаешь то будет это 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 да и таким образом я зачем и на иногда практику для того чтобы замотивировать сотрудника и там очень хороший метод и а может если ты это себя не сделаешь как ты будешь себя чувствовать на окей и как ей если ты будешь таким как ты будешь себя чувствовать и ты доходишь до кого-то полного там морального либо физического разрушения да да такой быстрый способ сотруднику привить какую-то идею чтобы эта идея он захотел просто поступает чтобы он вышел и начал ее делать а здесь да верно кроме рычага должна быть еще как бы определенная определенная среда у тебя должна быть энергетика потому что только благодаря энергетике когда ты в хорошей физической форме ты готов делать изменения да ты вспомни себя после как ты идешь допустим там спортзал либо там ты круто выспался и так далее ты просыпаешься и ты понимаешь что ты готов перевернуть мир вот работа с физикой да это очень круто но также еще и а какой твоего здесь это физика меняет твое эмоциональное состояние да когда ты когда ты правильно говоришь да когда у тебя все круто и так далее у тебя и действия получается крутые то здесь получается какой у тебя это рычаг ты должен найти рычаг это же быть физическая подготовка но и голова то есть голова должна думать правильно да должны добыть правильные мысли и в сердце должно быть много любви сапуша спасибо ребят вот я прямо сижу возле владислава чувствую эту энергетику и прямо хочется взять и менять все окружаешь поэтому я вам желаю что у вас было побольше энергии вы в правильном направлении использовали леса большое спасибо было очень круто приходите на конференцию героя молдавского бизнеса и я с удовольствием поделюсь и отвечу на все ваши вопросы своим своим опытом и своей энергией спасибо